Взаимоотношения Кришны, Его раса, Он является океаном расы. Если тот, кто служит на строении вот этого сладчайших взаимоотношений Кришны, он реализовал сам Байдугьяну, что является целью Джива, а она имеет эту Ананду, блаженство, и что является Утама Бхакти, что является Сварупа Бхакти, как Шила Махараш, он объяснял, что такое Утама Бхакти. Шила Бхакти, Вегиана Барати Госпами Махараш употребляла одну шлоку, а не откликся Шиньян, Гиана Кармадия, Навритам, Ана Калиена Кришна, Ану Шила Нам Бхакти Рутама, что является консистенцией Сварупа Бхакти, что является сутью Сварупа Бхакти. И далее в этой шлоке также объясняется Садак, который совершает чистая Бхакти, Утама Бхакти, Ништа Руччи, Асакти, он сможет достичь этого высочайшего уровня Бхакти, и тот, кто следует принципам Бхакти, он обязательно обретет Рати в своем сердце. И поэтому, что является Руччи, это очень сгущенный, трансцендентный вкус к всему тому, что касается преданного служения. И далее этот вкус увеличивается, превращаясь в Асакти и так далее до уровня Рати. Рати является конечной целью достижения дживы в духовной практике. Что такое Бхакти Раса? Бхакти Раса – это когда ингредиенты расы они смешиваются между собой в определенной пропорции и рождается трансцендентный вкус. И это все происходит на уровне Стаи Пхавы. Что такое Стаи Пхавы? Это наша вечная реализация вечных взаимоотношений, которые имеют джива к служению Господу. Имеется на уровне Стаи Пхавы, когда происходит реализация своего служения. Эта Стаи Пхава, она постоянная. Стаи – это постоянная Пхава, которая уже не меняется. Вы знаете, что имеется пять видов главных рас и семь второстепенных гонорас. А Шри Кришна, Он является тем, кто наслаждается всеми этими двенадцатими расами. Но для дживы, джива, она является тем, кто наслаждает чувства Кришна. А Шри Кришна, Он является наслаждающимся в двенадцати расах. Инкарнации Кришны, такие как... Они могут иметь какие-то две, три расы, которыми они наслаждаются. Но Кришна, который является источником всех инкарнаций, Он может наслаждаться семи двенадцатью расами. Имеется три аспекта Господа. Это Брама, Параматма и Шри Бхагавана. Кто, кто находится в Дасе Раси, они служат Кришне, в настроении... Как Шри Наране и Шри Вишне, в Дасе, в настроении Дасе, слуга Господа. Но Шиларупа Госвами Малакалчаране объясняет в этой шлоке, которая показывает возвышенное положение Кришны, что Кришна, Он является ахилой Расамрита Муртия. Он является тем, кто полностью повелевает, повелевая этими взаимоотношениями, Он является тем, кто для того, чтобы развивать эти любовные взаимоотношения. И Широпа Госвами, Он совершает пранамы Кришны, и Он объявляет, что Кришна является расе Кашикхар, ахила Расамуртия. Он является воплощенным океаном всевозможных рас, которые невозможны для инкарнации Кришны. Почему? Почему? Потому что на самом деле на уровне ситханта, таттва ситханта, инкарнации Господа и сам Кришна, они ничего не отличны друг от друга. На уровне расы таттвы они отличаются. В Шримад Бхагаватам имеется также объяснение этих 12 рас, которые происходят. Шримад Бхагаватам упоминается об этом, что Кришна наслаждается всеми этими 12 расами совершенно спонтанно, автоматически. Когда, например, Шримад Бхагаватам раз на арену в Матхуре, то все окружающие они испытывали определенную расу с Кришной, начиная с черного мустика и других. И здесь тот, кто объясняет в этой шлоке то, что объясняется. Он объясняет, что Шримад Бхагаватам является тем, кто выступает во всех расах. Кришна единый. И окружающие в соответствии с их бхавой, внутренним настроением сердца, они развивают определенные расы с Кришной. Кто-то видел Кришну как великого героя, который пришел сражаться, когда он вошел на арену. А его друзья видели Кришну в дружеской расе, а его родители, что Кришна является их собственным сыном. А Камса, каким образом он видел Кришну? Он видел его как олицетворение смерти. А Риши, Муни, они видели его в форме Параматме. Широ Бхагаватам далее объясняет, обыкновенные люди, которые не могли понять божественного положения Кришны, они видели его обычным человеком. И так далее. Все, кто окружал Кришну в этот момент, когда он вошел на арену, они испытывали различные расы и как наслаждались этим особым вкусом, который они испытывали при этом. Этих особых взаимоотношений с Кришной. И Кришна является тем источником, резервуаром всех рас. Например, если возьмем Гаврдхана Лилу. Это Лила, где Кришна также проявляет себя во всех расах. То есть он отвечает взаимностью на все расы, окружающих его в Раджабасе. Когда Кришна совершал эту особую Гаврдхана Лилу, это на самом деле высочайшая раса, которую Кришна испытывал в этом. Это Мадурья раса. А сакх с друзьями, он испытывал вот эти особые настроения дружеской расы. Мадурья раса здесь имеется ввиду его отношения с Раджабапи, а в особенности с Шиматротворанием. Поэтому для всех друзей Кришны, Кришна выступал в образе самого наилучшего друга. А для родителей Кришны, которые видели его в качестве собственного сына, он выступал в этой вацали расы. Кришна, он наслаждается во враче всеми расами. А когда же Кришна, он испытывает, желает испытать рыцарскую расу, в этот момент он испытывает ее, когда побеждает демонов. А также витбихаться расы, это раса отвращения, которое я даже все прекратила на этом. То есть Ади... Адикишев Прабу, он хотел объяснить в гонорасах, как Кришна наслаждается своими спутниками, но не закончил в следующий раз. А сейчас нетай Прабу, в детале говорит. Субтитры подогнал «Симон» 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 отправиться на адские планеты или же на райские, он говорит, нет, я хочу вначале на райские планеты, а затем я отправлюсь в ад, и он отправился на райские планеты, и у него там было, может быть, час, сколько-то, и он увидел там прекрасный хабсар, небесный красавец, прекрасные сады, необыкновенно красивые дворцы, и он ходил, блуждал повсюду, смотрел, и он подумал, через час, я должен буду вернуться обратно, и однажды он, вдруг он увидел одно место, в котором находились Риши и Мони, Купендра, и Харикадха Чатурсан рассказывал Харикадху. И он сел и начал слушать Харикадху, и в этот момент он подумал, я через, из-за того, что я раньше слушал Харикадху, совсем короткое время, я достиг райской планеты, если я буду продолжать слушать Харикадху, он слушал от Чатра Гупты, что для меня, как сказать, лучше, я думаю, не ходить, блуждать повсюду, остаться здесь. В чем заключается могущество Харикадху, что в этот момент ямадуты, они не могут прийти в это место, где происходит Харикадха. И через некоторое время ямадуты, они пришли на эту райскую планету, но они не могли войти в собрание, потому что там рассказывали Харикадху. Харикадху, каково учение скрыто в этой истории. Кто далее продолжит? Харикадху, каково учение скрыто в этом году. Харикадху, каково учение скрыто в этом году. А сейчас Анирут Прабо продолжит рассказывать харикатку. Анирут Прабо продолжит. 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 Я не думаю, в чем является философия, истинная передача истинных знаний. То, что передает нашу группу Рампара, мы должны следовать этому пути и этому настроению нашей группы Рампара. Если мы что-то говорим, что-то от себя, и это не дарует удовлетворение и покоя слушающимся, то это является не совсем правильным. И поэтому махаджаны, которые даровали нам духовные знания, они дали все необходимое. Поэтому Судагасвами подумают, что же я должен говорить. Он произнес эту шлоку, Ошукадев Госвами, кто ты? Ты присутствуешь в сердце каждого. Ты находишься, и ты являешься тем, кто повествовал Ашимат Бхагаватам в этом мире. Пожалуйста, войди в мое сердце и, пожалуйста, ответь на эти вопросы. Ты являешься, так же, он заметил, как дерево, исполняешься все желания сердца. Поэтому, пожалуйста, войди в мое сердце. Брай Рамананда Самвата, вы знаете, Рамананда Самвата, он обратился к считанию Махапрабу с мольбой того, что я не квалифицирован. Лишь только ты можешь, по твоей милости я могу ответить. Ты сможешь даровать мне эти духовные знания, чтобы я мог ответить на твои вопросы. То есть такое же настроение Судагасвами, он обратился мысленно к своему духовному учителю. И в этой молитве он произнес, что лишь только в твоей милости ты войдешь в мое сердце, тогда я смогу в действительности открыть эти духовные знания для блага жив этого материального мира. Когда в последний раз мы слышали последние Харикатхи. О том процессе очищения сердца, о том, что состоит процесс Бхакти, как Бхакти проявляется в сердце. Вы слышали о том, что вначале нужно обрести ничем не поколебимую веру. И тогда с этой верой слушать Шримад Бхагаватам. А если этого нет, то тогда у вас могут сомнения появиться. И поэтому тот, кто с верой большой слушает Шримад Бхагаватам, тогда Бхакти Деви придет в сердце. И тогда одновременно с этим все Нархи покинут сердце. Поэтому слава Бхакти Деви, она совершенно непревзойдена по своей милости и великодушию. Просто слушая, совершая Шраванам, совершая служение Шримад Бхагаватам, слушая его, тогда вся нечистота, вся грязь, которая накопилась за много воплощений, сердце Дживи, она исчезнет автоматически, разрушится. Когда Шинараджи, он повествовал Шримад Бхагаватам, все цари греховские, риши собрались, чтобы слушать Харикапху, Чатурсан также, когда он уже был готов рассказывать Харикапху, в то самое время Бхакти, Гьяна и Вайраги, которые совершенно в юном форме проявились в этот самый момент. И Бхакти Деви, она сказала, что ты даровал место каждому, кто-то сидит впереди, кто-то позади греховские, риши сидят впереди, и также полубоги, все нашли место, где же мне находиться? Бхакти Деви спросил, а Шри Чатурсана. И как он сказал, что ты должна сразу же поместиться в сердце каждого из слушающих. И в этот момент все, которые находились в собрании, в этот момент, когда Бхакти Деви проявила сердце каждого, и они испытали необыкновенное счастье, счастье того, что в этом слава Шримад Бхагаватам, Бхакти Деви, она придется в сердце каждого. И это сердце совершенным образом очистится, когда там проявится Бхакти. Когда Чатурсан имел четверо кумаров, они сказали о том, что слава Шримад Бхагаватам не имеет границ. Она даже не только дживы, а вы также знаете эту историю, связанную с Дандукари и Гокараном. Мы можем, какой эффект Шримад Бхагаватам прославляется в этой истории? Бхагаватам не имеет границ. И он обратился к кому-то, предложив ему свои услуги. И он думал, он сказал, тогда проси, что ты будешь получать ежедневную зарплату и будешь заниматься определенными делами. Бизнесмен предложил, или также ты можешь арендовать комнату в моем доме. Ну, как бы какие-то условия поставил. И он подумал, хорошо. Хорошо, и не только я, и кто-то там еще, может быть, родители, кто-то. А какую он сказал? Он сказал, сколько я должен платить, сколько я должен заплатить за комнату. И тогда этот бизнесмен подумал и сказал, какую-то плату за аренду комнаты в его доме. Ну, вы знаете, как обычно, кто-то один и живет, от него больше покоя. Иногда, когда собирается группа, они собираются, играют в карты иногда, там что-то, чем-то занимаются. И он... И в конце концов, в этого разговора, я, к сожалению, извиняюсь, не совсем я ясно поняла, о чем именно... И вот там те, которые играли в азартные игры, и они... Что мы не будем заниматься... Заниматься своими делами. И тогда бизнесмен, в общем, он как-то был очень осторожен. И он пришел к духовному учителю, он сел перед ним, и Городев спросил его, что произошло, почему ты так обеспокоен. И он бизнесмен, на самом деле, он рассказал ему историю с тем, что было... Что он поставил свой дом для того, чтобы сдавать его наем. И очень... И что я испугался, потому что там вот эти вселились, которые пьют алкоголь, играют в азартные игры, и там происходит... И какое же решение моей проблемы? Что же я должен делать? Он спросил его. И тогда Городев сказал, если бы что-то ты спросил меня об акте, я бы тебе дал решение. Ну, а что я могу тебе посоветовать? Тогда этот ученик, он сидел, обратившись молитвами к Господу, и он увидел, что кто-то вошел, какой-то полицейский вошел, и он предложил про нам и своему Городеву, и он спросил, он его спросил, кто ты? Он, Махараджан, ответил, я являюсь офицером полиции, а сейчас вот я, ну, как бы нахожусь здесь. И он хотел... И я, когда я услышал, что святой здесь и находится Махарадж, поэтому я пришел к тебе поклониться, и он предложил ему просад, этот полицейский сел и начал принимать просад. И он... И он спросил... Спросил, Махарадж спросил его, ты только приехал в этот город, ты никого не знаешь, может быть, тебе нужна комната для того, чтобы ты жил. И я думаю, где-то я должен комнатку снять для того, чтобы жить в течение месяца в этом городе. Это было бы очень хорошо. И когда... И тогда полицейский... И когда Безмена услышал, что этому полицейскому нужна комната, он очень обрадовался. О, если ты хочешь арендовать дом, пожалуйста, приходи ко мне. Он... Он сказал... Он повторил свою просьбу. И он сказал, что я буду очень счастлив, если ты будешь находиться в моем доме. И он сказал, даже ничего платить не надо. Лишь только приходи и оставайся. И в общем... И он согласился. И он был очень доволен. Он сказал, о, баба, как все хорошо. Твой ученик такой очень благостный. Он предложил мне комнату, в которой я очень нуждаюсь. И тогда полицейский... Он сказал, что через день или два он придет в дом этого бизнесмена и будет жить там. И далее... Когда бизнесмен вернулся домой, он был очень такой довольный, счастливый. Он уже ничего не боялся. И все думали... Почему... Почему это наш отец такой, его дети подумали. Почему-то он такой был раньше обеспокоенный, а сейчас он такой счастливый. И они спросили его... Он сказал, не беспокойтесь, все в порядке. И на следующее утро... когда, наконец-то, это полицейский пришел в дом и вошел... и все испугались, потому что они не знали, что полицейский будет жить в доме. и все очень испугались, когда полицейский пришел, и они не знали, что делать. А он сказал, нет, нет, я... я... здесь. В чем суть этой истории? Просто, когда увидели этот багаж этого полицейского, вот эти все, кто оккупировали комнаты и занимались всеми неблагочестивыми деяниями, они сразу тотчас же, тотчас же, тотчас же, покинули. Точно так же тот, кто слушает Харикадху с полной верой, тот, тогда Бхакти Деви придет и все организует лучшим образом. И анархи все покинут сердце навсегда, как эти совсем необрожелательные люди, которые доставляли столько беспокойства этому бизнесмену. Точно так же и в нашем сердце то, что находится очень много болезней, которые доставляют нам столько беспокойства, неприятностей, они совершенно образом исчезнут. Поэтому Сам Щекришна через уши Он проникнет в сердце того, кто с большой верой слушает Хима Бога там и очистит это сердце, сделав его кристально чистым. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А далее мы рассказывали о внутренних чувствах, более глубоких. Продолжение следует... Продолжение следует... Что люди, которые практикуют, плачут и слезы текут, они иногда... Но в этот момент они не чувствуют ничего в своем сердце. Но искусственно они выставляют это на показ совершенно искусственным образом. Это также совершенно неподобающее поведение. Продолжение следует... Первое качество шантия, что означает совершенное миролюбие и покой. Нет никаких причин, нет для беспокойства. В любой ситуации преданный остается совершенно спокойным. Что означает Ютхиштир Махараш? Во время войны его ум был постоянно сосредоточен. И какие бы проблемы не приходили в его жизни, Ютхиштир Махараш не менял своего поведения. А точно так же в жизнь преданного, когда приходят любые беспокойства, тот, кто обладает шанти этим качеством, то ничего не может потревожить его. Но как иногда бывает, что-то пришло в нашу жизнь, наш ум совершенно беспокойный, мы уже готовы оставить сатана бажан. Поэтому первое качество из девяти — это шантия. Это совершенное умиротворение и покой при любых обстоятельствах. Второе качество — это желание не тратить ни одно мгновение зазря, ни одну секундочку. Мы знаем, когда мы обсуждаем, например, материальные темы, в этот момент, мы не замечаем, даже когда время, как оно проходит. Такие интересные истории. А если мы слушаем Харикадху, если я попрошу, и я вижу, что некоторые, мне интересно, не засыпают во время Харикадхи, третье — это полное отречение, отречение от материального. Это третье качество. Как материальные люди, они тратят свое время, смотрят. Это как бы второе качество. Никогда не теряют ни одно мгновение преданное. А третье — это отречение. Совершенное отречение от материального. Поэтому преданное он никогда не потеряет ни одно мгновение, потому что ему очень дорого. Он всегда будет это время хранить для совершения баджана. Четвертое — маня шунита, что означает никаких желаний для почета и славы. Тот, кто обретает Кришна Бхакти, и он достигает уровня Бхавы, ему уже никакого нет желания, почета и славы, уважения. Материальные люди, они стремятся к этому, что является их целью. Это состояние обоснованной души, которое совершенно противоположно дали Ашабанда. Преданный на уровне Бхавы, он всегда надеется на то, что он обязательно когда-то, в какой-то день, обретет Кришна премию. Саму тканта — это также следующее качество. Я обязательно достигну выпуск места Кришны. И он постоянно вопрошает, когда же этот день придет. Он с большой настойчивостью совершает все принципы Бхакти. Затя Ганамамаручи. Он постоянно тонет в океане святых имен Господа, повторяя святые имена. Постоянно. Аганамамаручи здесь — это очень большой вкус к святому имени, к качествам Кришны, к его красоте и божественным деяниям. Далее, следующее качество. Тот, кто постоянно прославляет имена Господа, он не может ни мгновения прожить без Харикадхи. Он постоянно день и ночь памятует о Господе. Тот, кто не памятует сладчайшей лилы, не повторяет святые имена, он будет совершенно пустым. Он будет чувствовать большую сухость и сердце, которое подобно камню. Потому что он лишает себя возможности лшусь в Харикадху. Поэтому, находясь в саду Санге, здесь и далее говорится, совершая нам Асанкиртанам, слушая Бхагават Шраванам, находясь в святом месте, и с любовью поклоняясь Божеству и Штадеву сердца. Вот это является сутью наставления Чарупа Госвами, и что является сутью, конечной целью чистого преданного. Как однажды в одной истории рассказывалась история, как Харидас Токур, он проходил мимо, и он увидел одного человека, который играл, а змея танцевала. И он когда увидел, он потерял сознание, видя эту картину. А Харидас Токур, он являлся величайшим преданным, находясь без сознания. И все подходили, касались его стоп, чтобы поклониться ему. А один, увидя состояние Харидас Токур, он решил имитировать. И он начал танцевать, и затем он упал, и якобы потерял сознание. А тот, который находился со змеей, он понял его поведение, он взял, он начал, эта змея начала кусать его. И он тотчас же очнулся, когда змея прикоснулась к нему, и побежал со всех ног, чтобы она его не укусила. Поэтому Харидас Токур он танцевал. Почему? Потому что в этот момент, когда он увидел, когда он увидел эту змею, которая напомнила ему одну из лачащих лил Господа, и подобно у Дипаны, которая стимулировала его состояние, экзотическое состояние любви пробудилось в нем. И он потерял сознание от Кришна Прямы. А тот второй, который решил имитировать, он являлся обманщиком. Поэтому это вот одно из качеств преданного, который всегда, постоянно находится в океане, медитации на сладостные игры Господа. Это последнее, девятое качество. А нет, еще там следующее. То, кто имеет большую привязанность к совершению парикрамы, посещению святых мест. Как Шила Прапопада, он говорил, что Кришна, нам он имеет такое могущество, он очень легко может разрушить все греховные реакции, от которых невозможно избавиться самостоятельно. Лишь только и так же сердце освобождается от аппарат, и сам Кришна, он проявляется в сердце преданного. Потому что он ничем не отличен от святого имени. Нам и нами они ничем не отличны. Сам Кришна не отличен от святых имен. Поэтому, когда любовь появляется в сердце, то тогда сердце начнет таяться, и слезы будут течь потоками, неустанными потоками с глаз, и волосы на теле поднимутся. И тогда все симптомы, аж сатвика векары, начнут пробуждаться в сердце, лишь только под воздействием могущества святого имени, которое может полностью освободить каждого. А если тот, кто повторяет святое имя, но он не чувствует никаких симптомов, любовь не пробуждается в сердце, и сердце его не плавится, и слезы не текут из глаз, это о чем говорит. Если слезы не выступают на глазах, и сердце не плавится, что же вы должны анализировать при этом? Что в вашем сердце еще много аппаратов, и поэтому ваше сердце очень жесткое, и сердце не меняется, и оно не плавится. Как Шилавама Нагасвай Махарадж, он говорил часто, вы должны плакать, вы должны плакать и плакать, воспевать святые имена в настроении молитвы, молиться Кришне. И, пожалуйста, О, Кришна, спаси меня, спаси меня, я тону в океане, тройственные страдания, я горю в этом огне, тройственные страдания этого материального мира, пожалуйста, спаси меня, О, Святое Имя, помоги мне. И в таком, из глубины своего сердца, со слезами на глазах, вы должны повторять святое имя и молиться. О, Святое Имя Тхарани, О, Кришна, вы мои, я являюсь вашим вечным слугой, но я позабыл о вас и попал в этот материальный мир. Милостиво, пожалуйста, даруйте приюту ваших лотостоп, даруйте мне бхакти, чтобы с этой бхакти, я смог удовлетворить желание ваших сердец, чтобы вместе с бхакти в сердце я мог в действительности доставить вам счастье. Как в этой шлоке Шикшаштакам, Шичатане Махапрабу, он молится, когда же тот день придет, какой день, когда Галата Шрутхарай, когда же мои глаза наполнятся слезами, повторяя Твое Святое Имя. Когда же мой голос прервется, и я уже не в состоянии буду выразить, мы совершаем Саддана Баджин для того, чтобы счастливыми нет, мы для того, чтобы мы могли научиться плакать, молясь о своей беспомощности, обращаясь к Господу. В Шикшаштане Махапрабу, когда он повторял Святое Имя, слезы, они ручьями теклись в его слез, потоками, не прекращаемся, не прекращаемся потоками слез. Шичатане Махапрабу в состоянии особой молитвы, он обращал свой взор. Поэтому каждый должен совершить врата воспевания Святого Имени, что означает дать обет, что обязательно вы будете продолжать в любое время, чем бы вы ни занимались, даже во время принятия просада, где-то на уровне ума, даже когда вы спите, каждое мгновение своей жизни не теряйте зазря. Повторяйте прекрасные, сладчайшие имена Господа. И таким образом постепенно, постепенно, что произойдет, вы сможете реализовать анурак. Это несравнимое влечение к Господу. И тогда ваше сердце начнет плавиться. И тогда что произойдет? Вы сможете медитировать на прекрасной лилы Господа. Вы будете видеть их созерцать в своем сердце. И будете иногда улыбаясь. И когда вы будете видеть, как Кришна ворует масло в соседских домах гопи, и от того, что вы не в состоянии будете сдержать этой любви, которая будет переполнять ваше сердце, оно будет выливаться в качестве слез из ваших глаз. И иногда вы будете плакать, иногда вы будете танцевать, иногда вы будете смеяться, иногда вы будете кататься по земле. И Нараджи Реши, которые... Когда тот, кто совершает аскезы, у него есть желание, он будет совершать аскезы, для того, чтобы... И когда Нараджи показалось, что Брамаджи, который совершает аскезы, я совершенно нахожусь в заблуждении, ты же являешься творцом вселенной, но кто же твой хозяин? Кто же твой Господь, на Которого ты медитируешь? И тогда Шерба Ахмад ответил, «О, мой сын Нарада, мой мастер, этот щенарай, который на самом деле творит вселенную, а я просто следую его приказанию». И внешне кажется, что я творю, но на самом деле я совершенно беспомощен, без милости щенарай, который является моим поклоняемым Господом. Поэтому любое созидание, которое происходит, кажется, что Брахман является творцом. Но на самом деле это происходит не по моему желанию, а по желанию Господа. И Он Господь, Он милостиво, как сказать, позволяет мне следовать Его желанию и участвовать в этом творении. На самом деле я не являюсь истинным Созидателем. Созидателем является мой Господь. Брахман же далее сказал, что каждый день, который приходит в этот материальный день по милости щенарайны, и также ведическое писание призвращает особое положение. В ведах, в священных писаниях превосглашается, его возвышенное положение. Поэтому все, что происходит в материальном мире, это лишь только по желанию Господа. Здесь имеется в виду щенарайна. И поэтому корнем, источником всего живого, сущего щенарайна. это то, о чем говорил Шри Брахма. Есть также одна история с Упанишат, когда произошла война между полубогами и демонами. И все, в этот момент Индра пришел, тоже этот учитель, Брихаспати, Брихаспати пришел, и все были счастливы, и говорили, Джай, почему? Потому что полубоги, они победили демонов, но только Индра, он не выразил свое уважение и почтение Брихаспати. Он был непочтителен. И когда также один Брамана они увидели под деревом, который сидел в медитации, и от него исходило сияние, и тогда Индра спросил Агни-Дева, Агни-Дева спросил, кто ты? И тогда Браман ответил, я Агни-Дев, а я могу сжечь всю Вселенную из-за этого мгновения и все превратить в пепел. И он взял соломинку, и он сказал, ты сможешь сжечь Агни-Дев? Ему вообще ничего не стоило сжечь эту травинку. Он не стал это делать, он пытался, но Индра ничего не произошло, он не смог сжечь. Далее, в этой лиле рассказывается, кто-то Брамана спросил, он сказал, что я являюсь самим Вайо, Девом, но он не смог даже пошевелить эту маленькую травинку, этот Браман. И таким образом все полубоги спрашивали что-то, но никто из полубогов не мог ничего этого сделать. И в начале, в конце концов, пришел кто? потому что Господь, Он сказал, что Индра, я пришел тебя экзаменовать, потому что вы все обрели это могущество и победили демонов, потому что это было мое желание, я дал вам могущество, и поэтому я сейчас забрал всю вашу силу, и поэтому все эти полубоги, которые окружали, они не могли ничего сделать, Вайо не мог совершать свои действия, Агни Дев, он не мог сжечь, и то есть и тогда Шинарай нам сказал, кто является источником, это Карана Карана, это Господь, который является источником всего, и лишь только по его желанию, по его могуществу, полубоги, они могут совершать свои полномочия. Из-за того, что Индра он не предложил, также Шимат Бхагаватам рассказывается об инкарнациях, 26 инкарнации, которые и также далее, как Господь он совершает бхакти-юкта-юкта-гьяна, что такое гопала-матра, откуда она пришла, в начале Господь дал гопала-мантру с помощью флейты одному, я не разобрала, и также чатуршлока Шимат Бхагаватам, он даровал Брахмаджа, и это объяснение, это чатуршлока, которые расширились в 18000 стихах, Шимат Бхагаватам. Бхагаватам, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...